После проведения задания и первичного анализа каждого этапа и каждого параметра того, как ребенок справлялся с заданием, по каждой методике, для каждого типа мышления. Отдельно идет обследование речи, там есть свои задания и трогать я их не буду. Необходимо, мы не проводим исследования ради исследования, необходимо составление психологического заключения с прояснением психологического диагноза, который носит динамический характер и составлением психологического прогноза. Общая структура схемы заключения по СИМАГа предполагает следующие разделы. Общая часть заключения и специальная часть заключения. Общая часть заключения, она адресована разным специалистам, прежде всего педагогам, которые будут работать с ребенком для того, чтобы им понять сущность того, на какие стороны опираться и что будет более эффективным для того или иного ребенка. Специальная часть адресована прежде всего коллегам, специалистам, психологам. Общая часть заключения включает основные сведения о ребенке, возраст, паспортные данные. Далее основные жалобы родителей или других лиц, которые сопровождали ребенка в его коррекционном развитии, специальных педагогов или педагогов, той образовательной системы, с которой ребенок не справляется, то есть жалобы и педагогов. Далее наиболее важные анамнестические сведения. И мы помним, да, у нас есть основные направления анамнестических сведений. Если патология родовой деятельности или какие-то родовые осложнения, и есть уже указания специалистов, их следует учитывать, они потом входят в наш прогноз, учитываются при обследовании. Мы можем понимать возможные причины. Помним основные направления. Это развитие навыков самообслуживания, развитие двигательной сферы, когда ребенок начал с опозданием, с ускорением, вовремя сидеть, стоять, ходить. Развитие игровой деятельности, от игры манипуляции до, в зависимости от возраста, до сюжетно-ролевой игры или игры с элементами сюжета. Развитие или особенности, это важно в анамнезе. Как ребенок учитывает близких людей, знает ли он по именам, адекватно с ними общается, из какого возраста учитывает сверстников, играет ли он рядом, но не вместе, или умеет играть уже с определенного возраста вместе с другими детьми. Развитие интересов, адекватны ли они возрасту, ведущая мотивация ребенка при освоении различных других видов деятельности, рисования, лепка, может быть, я не знаю, физкультуры или различные такие спортивно-здоравливающие мероприятия и так далее, и так далее, и так далее. Далее специфика поведения ребенка в процессе обследования, его эмоциональное реагирование на задания, на экспериментатора, общая мотивация и отношение к обследованию, критичность и адекватность того, что происходило в процессе обследования, насколько ребенок критично и адекватно реагировал. Сформированность регуляторных функций — это как раз лобные доли, регуляция своего поведения, выработка стратегий при решении задач, удержание произвольности собственных действий, общая оценка операциональных характеристик, операция единичка мыслительной деятельности в различных аспектах деятельности и в динамическом аспекте, в том числе, возможная лоббильность тех или иных операций, степень усвоенности ребенком и степень применения ребенком на разных этапах обследования. Ну и специальная часть включает психологический диагноз, вероятностный прогноз развития. Мы не можем быть точными в определении. Для разных типов нарушения это бывает вообще затруднительно, определить прогноз, даже иногда в зависимости от степени выраженности дефекта. И рекомендации психолога по дальнейшему сопровождению ребенка. Тип образовательного учреждения, индивидуальное или в группе возможное обучение, дополнительные специалисты, которые необходимы ребенку для его развития и так далее. Предпосылки содержательного подхода к психологическому заключению были разработаны еще Выгодским. И здесь не теряет актуальность и очень важным является замечание Выгодского в том, что в прогноз входит не только то, что ребенок показал во время обследования, но и качество подготовки самого экспериментатора. И по мнению Выгодского, конечно же, психолог, педагог-психолог, который работает с ребенком с особыми нуждами, только тогда сможет составить квалифицированное заключение, если он будет обладать знаниями возрастной психологии, специальной психологии-дефектологии, патопсихологии и началом знаний в области психиадрии, коррекционной психологии и педагогики. То есть психологии личность и профессионализм самого экспериментатора является инструментом воздействия и критерием объективности, отражения того, что произошло в ходе экспериментального исследования. Психологический диагноз может устанавливаться на разных уровнях, выделяют три уровня психологического диагноза. Первый уровень — это эмпирический. Он ограничивается, как правило, на этом уровне диагноз ограничивается констатацией особенностей или тех симптомов, которые выявились у ребенка в ходе обследования. И на основании выделенных симптомов строятся какие-то практические выводы. Следующий, более сложный уровень диагноза — это этиологический диагноз. Он учитывает не только наличие определенных симптомов или значимых характеристик, но включает предположения о причинах их появления. И высший уровень диагноза — это так называемый типологический диагноз. он состоит в такой системной картине в определении места, значения выявленных характеристиков, выявленных симптомов в целостной динамической картине личности. Он как бы показывает значение этих симптомов и возможность их преодоления в том жизненном плане, где себя ребенок реализует, не только в ходе специального обучения. И как проявляется это в жизненных ситуациях у самого ребенка. Большое значение имеет здесь возрастной анализ с учетом зоны ближайшего развития. Формулировка любого диагноза в обязательной степени должна включать все же таки и психологический прогноз. То есть некое предсказание на основании проделанных до сих пор этапов исследования того пути и характера дальнейшего развития ребенка, который ему необходимо проделать. Прогноз включает в себя условия проведения с ребенком необходимой работы и эффективность до этого проделанной работы с ее последующей коррекцией. Ну и понятно, что важным условием при описании прогноза является описание компенсаторной базы ребенка, которая у него есть. В этом случае мы только говорим о вероятностном пути развития. Мы не можем принципиально в психологии невозможно единую одну магистральную линию развития выявить. Но мы можем указывать на те или иные неблагоприятные условия, которые есть в психическом развитии, ребенка, которые могут быть сняты или могут остаться так же и быть этим неблагоприятным фоном или, возможно, усилиться. Если говорить в целом об обследовании, и мы помним классификацию Лебединского разных типов повреждения, то вот наиболее часто в практике то, с чем сталкиваются психологи при дифференциальной диагностике, наиболее трудными является развлечение умственной отсталости и задержки, а также, например, первичных речевых расстройств и умственной отсталости. Сухарева, клиницист, строила свое распознавание олигофрении, предлагают эти критерии, от, например, других состояний, в частности, задержки, на двух положениях. Первое — неспособность умственно отсталых детей к обобщению, потому что нарушение обобщения — это прямо одна из ключевых характеристик в нарушении мышления, к отвлеченному мышлению, ключевая характеристика интеллектуального дефекта. Вторая характеристика, на которой базируется Сухарева — своеобразие в нарушении интеллектуальной деятельности. Это отсутствие инициативы, склонность к подражанию, к повторению заученных штампов, низкая способность к переключению на новые виды деятельности. У задержки может что-то присутствовать, но не столь выражено, как умственно отсталых детей. Еще раз говорю, что одним из критериев является лучший перенос навыка на аналогичное задание при обучающем эксперименте и разница в результативности и продуктивности при групповой и индивидуальной работе. Ну, как бы дополнительными такими критериями, может быть. И трудным бывает и развлечение детей с различными выраженными речевыми расстройствами и умственной отсталостью. Потому что и те, и другие могут плохо реагировать на инструкции, хаотически выполнять, не выражать интереса. Но одни в силу как раз интеллектуального дефекта, а дети с речевым расстройством в силу непонимания речевых инструкций, несформированности тихих или иных сторон речи. И здесь, безусловно, при умственной отсталости и при неосложненной олигофрении речевые расстройства также присутствуют, но первичным является речевой дефект. Каким же критериальным различием здесь или на что следует обращать внимание для того, чтобы всё-таки углублённое обследование построить или первичную гипотезу создать? При действиях, требующих сиюминутной сообразительности, не требующих вербальных инструкций, нагляднообразного плана методики, наглядно-действенного, дети с речевыми расстройствами, они оживляются, они становятся более продуктивными, принимают адекватно помощь, которую оказывает им психолог, они начинают понимать суть задания. Наличие вербальной инструкции или даже отсутствие её, интереса или выбора способы решения задачи, или продуктивность, результативность, критическую оценку своих ошибок для умственно отсталых детей не оказывает такого влияния. Кроме того, с выраженными речевыми расстройствами ребёнок может быть неспособным выполнить по инструкции задания, но он адекватно, чётко и без ошибок выполняет, например, задания по подражанию, что также не характерно для умственно отсталых детей, которые и при выполнении задания по подражанию делают ряд ошибок. Если мы говорим о динамическом прогнозе, то мы можем видеть, что если у нас диагностика до конца не осуществлена, но мы работаем над речью, и с развитием речи улучшается работа интеллектуальных функций, тогда у нас первичным является расстройство речи, интеллектуальная функция недоразвивается, вторично способна корректироваться в ходе обучения. При сборе аномнистических сведений следует отметить, что дети с выраженными расстройствами речи всё-таки, в отличие от умственно отсталых детей, социально адаптированы, более социально адаптированы, сообразительны и находчивы в быту, и в заданиях, даже на вербально-логические задания, они всё-таки более продуктивны, хотя мы помним, что в силу дефекта с возрастом не сравните, и они неуспешны, но более продуктивны в сравнении с умственно отсталыми детьми. Безусловно, мы не можем охватить полностью дифференциальные диагностические трудности и проблемы, потому что у нас немало детей, которые бывают с отдельным, локальным и частным дефектом. это надо уже совершенствоваться в практике диагностики, соотнося это с литературой и уже со своим опытом, для того чтобы, потому что психодиагностические процедуры требуют хорошего опыта у диагноста при постановке диагноза и прогноза.